Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу! Мы здесь вместе сейчас в путешествии. А можно тоже подойдите ко мне? Тоже как раз вместе сейчас запишемся. Можно даже зонтиком, ничего страшного. Да нет проблем. Слава Богу! Да? Аллилуйя! Слава Богу! Тоже как раз и для нашей киевской архипоскопии, для всех братьев, сестер тоже привет передать всем благословение. Значит, я имею привилегию в первый раз быть знаком с православием поближе, с первых рук. И у меня есть это благословение, когда я могу сказать, наш Бог и Бог, и Бог любит Бог. И Он есть Тот, который любит каждого ищущего каждого, жаждущего и алчущего. Он любит. И несмотря с какого места я начинаю, наша цель – небо. Небо, в котором Иисус. И мы хотим оставить все то, что есть на дороге. Мы хотим оставить все то, что не есть от Бога. И мы хотим ближе к Нему, верою, силой и бессилием, полном свете или ночной темне. Мы хотим ближе к Нему. И спасибо Богу за это, что мы можем находиться здесь, в Закарпатье. И у нас есть это привилегия радоваться вместе о трудении Божьего, о праве Божьем, в котором мы находимся. И за нами есть эти горы, которые говорят, что наша помощь – она не от гор. Оно от Бога. От Бога. От Бога, Который создавил небо и землю. Который и является Яковлевым Богом. Спасибо Богу. Спасибо Богу. Значит, мы имя Егельс. И самое главное, что Иисус из Назарета. Поэтому обязательно надо поездить. Да, да, да. Мини, мини, мини. Да. И вы потом уже уезжаете снова в Ригу. Да. Мы хотим ехать в Латвию. Значит, 41 год назад я был с Ванями здесь, в Закарпатье. Да. И я прошел на веселье, на каинскую свадьбу. И через 45, через 41 года, оказалось, ни одного больше не осталось той свадьбы, потому что уже прошло одно поколение. И я им говорил, что я еще раз через 40 лет приеду. Но тот мужчина, брат, с кем я говорил, был мне в 120 лет тому времени. Я не знаю, когда я еще приеду, когда я уже увижу, но я знаю, что у нас есть одна цель. И она есть Иисус Христос. И мы хотим быть вместе с Ним. Аминь, аминь, аминь. Вот такое удивительное знакомство было во время этой поездки. Удивительное, конечно. Вот семья латышских норвежцев или норвежских латышцев, я не знаю, как правильно сказать. Да. Верующие, любящие Господа люди. 10 человек. Да, 10 человек. Ой, 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 ой. Вот такой ветер здесь. Представляете? Так. . Чуть-чуть, немножко. Честь и возможность. Здравствуйте. 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 Значит, по поводу моего рассказа, я родился в школе-интернате. Ой, извините, я родился в семье, где отец ушёл с Ника, мне было 4 года. И мне было очень палачевно, и у нас в латышей есть народная песня, что, наверное, уж моя судьба идти по краешку дороги, если кто-то ударил оглоблями ветер горькую звёздку, и иди по краешку дороги. Я думал, что это такая моя судьба, но когда мне было 10 лет, я пришёл в церковь, и там за меня помолились, и я знаю, что моя судьба, она не есть, так сказать, там, когда люди думают, моя судьба есть та, которая Иисус имеет на меня, и я улыбаюсь с того дня, всю жизнь, и я верю, что самое лучшее, что может быть, когда он знает, что у него есть самый лучший друг, который в любую минуту, мы ему хочет приобщить с тобой, это истинно, и я знаю, и я знаю, что потом, в последствии, Бог благословил меня с восьмым теплым, и с особенным даром моё, восьмым теплым, восьмым теплым, я хочу продолжить это, здесь начинаем, и хочу, чтобы это было всегда, когда сложим рабочую одежду и придём к нему домой. И я не могу можно сказать, что я не могу сказать на nämlich нурбастерומת, вы его голосовали на н junt popv8 и саван promgm colocaешь у этого? А-Мэн, а-А-Минь. А – была нутøйна? на небесах – А". Отец unser ныбящий, добрый благословенный. Да. И когда ты приходишь на этом храме, когда ты есть там, где Бог всё превосходно сотворил, И вы не сможете дышать полную высоту, потому что ты меня свободен, потому что ты меня выпустил, потому что я теперь свободен. Я могу делать то, что есть доброе от настоящего. Я это не только желаю, но я это могу в силе Божьей, которую Он мне дает. И каждому, который слышит меня, я могу сказать, что почему тогда, когда ты несколько раз, можно сказать, много раз обращался к Богу, и ты не мог найти этого контакта, то мой совет к тебе — звонись еще раз. Да. Звонись еще раз. Скажи Богу, я не здесь. Я не здесь, чтобы услышать от тебя то, что ты молился, этот патреал для меня. За сегодняшний день. Я не буду открыть. Я не буду открыть. Я не буду открыть. Я не буду открыть. Но тысяча, тысяча, тысяча голосов Сливаться, и оно будет в новом мире. Где будет плач, ни слез, ни горести, Там, за чудной рекой, Мы встретимся все. Какой весь брат мог спеть? Или Псалом, или как это по-русски? Я не знаю. Извиняй за боковый русский язык. Я не умею. Хорошо. Я просто благодарен Богу за то, что Господь дал таких друзей. Я сам оттаял сердцем, потому что здесь эти дни были очень непростые. Сейчас приходится проходить очень непростой путь, сезон очень непростой. Но среди даже мрачный сезон, Господь дает свет на пути, чтобы Бог провел быстрее нас. И поддержал, да поддержал. И когда человек подержит, то есть когда Бог не подержит, тогда тебе намного легче помочь другому. Потому что мы получаем радость, мир и все от него. И вот тем утешением, каким Бог нас утешает, мы утешаем других людей. Да. И мы знаем, что если Он утешит, ты нас по-настоящему не будешь иметь довольствия по-настоящему. Да, да. Слава Богу. Слава Богу. И благоставляю Карпату, благоставляю Украину, благоставляю Латвию, благоставляю Норвегию именем Господнем, именем Иисуса Христа. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok и мы вместе славим Бога, и Мухачева, был я на служениях, был на богослужениях, на семинарах, проводил семинар, собственно, по истории христианства, и это первый раз, в общем-то, получилось, да, странно, я думал, как бы, планировал и раньше быть, но в прежние годы не получалось быть именно в Закарпатье, и вот в Закарпатье, как теперь уже я знаю, лично знаю, довольно много церквей, очень разные церкви, очень разные конфессии, много динаминаций, вообще край такой очень набожный, край очень такой религиозный достаточно, потому что, знаете, в каждом селе, вот я был в селах, допустим, не только в Мухачево, а даже не сколько в Мухачево, а сколько я был я вне Мухачево, в разных селах, и, знаете, лично Диева в этом селе жил, и, представляете, в каждом селе по 2, 3, 4, 5, 6 и больше даже храмов в селах, я не оговорился, это не города, а селы, удивительно, и эти храмы, они не просто стоят, знаете, как памятники искусства, культуры, нет, они функционируют, то есть каждое с года воскресенья полно народу, и люди в храме, люди в церкви, это удивительно, конечно, для, ну, даже скажу, даже по Украине путешествуя, такое нечасто увидишь, вот, и тем более в России это как бы, это вообще как, ну, дико звучит даже, но, действительно, вот в селах, вот в воскресенье, ну, все в церквях, все, как бы, ну, их сама культура, конечно, народная, мне, чтобы понравилось, культура здесь отличается, конечно, от, ну, привычной нашей культуры, к сожалению, такой в России, как, ну, с утра обычной матюки в селах, пьянство, пьянство и мат, здесь, если я слышал буквально 2-3 раза где-то такие рассказывания, такие, ну, не матерные, а такие ругательные, и то это было, ну, я, как бы, здесь это воспринимается как дикость какая-то, знаете ли, и вот это приветствие, конечно, в селах, особенно, вот мы сейчас въезжаем во Львовскую область, во Львовскую область это вообще, как бы, конечно, ну, просто, не знаю, удивительным открытием для меня было в свое время еще, и до сих пор такое приятное впечатление, каждый раз остается, посещая Львовскую область, Львовскую область, люди за место здрасте по утрам, за место, там, матьяков, там, чего-то еще, говорят слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому, знаете, это, это просто потрясающе, слава Богу, и первое служение мое здесь, в Закарпатте, было эти дни, получается, начало июля 2016 года, и молюсь о следующих уже собраниях служениях здесь, и, конечно, как епископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя, молюсь о том, чтобы, вот, и сейчас, в этом случае, молюсь на стыке регионов Закарпатии и Львовщины, Львовской области и Закарпатской области, молюсь о том, чтобы здесь, в Карпатах и Закарпатии, чтобы Господь поднял делателей своих, призвал делателей, миссионеров, евангелистов, постарей служителей, потому что, несмотря на то, что край достаточно набожный и богобоязненный, но действительно людям нужен живой Бог, потому что религиозные традиции, они, конечно, лучше такие традиции, чем иные многие традиции, такие верские, такие и безбожные, но при всем при этом, что человек живет в безбожии, что здесь, казалось бы, уже знает о Боге, но и тем и тем нужно познание живого Бога, нужен живой Бог, нужны реальные живые взаимоотношения с живым Богом, и это очень важно. Благоставляю всех вас, призываю всех, баки-баки, что называется, снова и снова молиться за Закарпатие, за весь этот огромный регион, молиться о духовном пробуждении Закарпатия, всех народов, проживающих здесь, в Закарпатии. Здесь, на самом деле, место такое, оно, знаете ли, Чоп-Киев, это трасса такая международная, люди отовсюду приезжают, с Европы, с разных стран, значит, и путешествуют, и, в общем-то, порой даже издалека, как, допустим, братья и сестры из Норвегии. Слава Богу, впереди Львов, впереди город Льва, мисту Лево, благоставляю всех вас и переступаю уже границу Львовской области, молюсь за этот регион, молюсь за Львовскую область, за город Льва, из колена Иудина, Иисуса Христа, и пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, молитесь и за Львовскую область, и за Закарпатие, о мире в Украине, потому что эти дни, они ознаменованы и таким крестным ходом Московского патриархата на Киев, который уже сейчас, уже понятно, становится все отчетливее, отчетливее это видят сегодня все люди, фактически, здесь, в Украине, что-то больше даже не религиозное, а политическое больше даже шествие, и, конечно, молимся, чтобы не кровопролитие, а чтобы был мир на земле, и чтобы действительно Господь Иисус Христос прославился на этой земле, слава Богу. Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, благословляю всех вас именем Господнем. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я не помыл, стекло тяжело, будет грязненько на дороге, стекло не помыть, вся мне подушку. У нас очень хорошая поездка, привет всем. Привет. Алло. Классно. Очень хорошая поездка у нас через Карпаты. Выходим с Мукачева, едем сейчас через Карпатские горы в город Льва, во Львов. Да. Друзья с Норвегии, латыши, горячие латышские и норвежские парты. Да. Да. Да, и вот с самого начала горы здесь получается. Я так считаю. Я с ведущей, но я был в Балет. Аминь. Я с ведущей, но я был в Балет.